В обширном смысле под мощами разумеется тело каждого умершего христианина. Так в чине погребения усопших говорится, взявши мощи усопшего, отходим с ними во храм. Но собственно под святыми мощами разумеются честные остатки святых угодников Божиих. Однако и здесь слово мощи имеет разное значение. Мощами называются прежде всего кости святых угодников. Так мы приводили уже древние свидетельства о почитании христианами костей святых мучеников Игнатия Богоносца и Поликарпа Смирнского. Церковный историк Евсевий, говоря о перенесении в 4 веке мощей святых апостолов Луки и Тимофея, добавляет, что патриарх держал их у себя на коленах в небольших ковчежцах или ящиках. Церковная история, книга 8. Очевидно в этих ковчежцах могли уместиться только кости святых апостолов. Слово мощи у наших предков означало главным образом кости. В 1472 году в Москве по случаю перестройки Успенского собора открывали гробы митрополитов для осмотра их тел. И вот, как пишется в одной летописи. «Иону целосуща Абритоша, Фатияжи целосуща не всего, а Киприяна всего и слевша едины мощи». Собрание русских летописей. Том 6, страница 196. «Но обычно верующий народ наш православный разумеет под святыми мощами только целые тела усопших святых, сохранившиеся нетленными. Однако не надо забывать, что некоторая часть тела этих мощей подвергается обычно тлению во исполнение слов Божиих, что человек земля есть и в землю отойдет. И как бы во свидетельство того, что остальное тело сохранено не силой у природы, а чудом Божиим. Такие мощи сохраняют светлый или желтоватый вид усопшего, издают часто благоухание и источают иногда священное миро. Некоторые мощи сохраняют настолько натуральный вид, что отличаются даже мягкостью и гибкостью членов. В таком именно состоянии находятся на острове Корфу мощи святого Спиридона Тремифунского. Свыше полторы тысячи лет лежат они в сыром и жарком климате, однако сохранили мягкость и гибкость членов, которые особенно обнаруживаются при перекладывании их в особый ковчег для ношения по городу. Ученые всех стран приходят подивиться силе Божией, сохранившие чудесные мощи святого угодника, арсений, летопись церкви, события и т.д. Такую же гибкостью членов отличаются у нас и мощи святого князя Глеба, сына Андрея Боголюбского, находящегося в городе Владимире. Наконец, некоторые святые мощи хранятся растворенными в особой жидкости или мире, каковы, например, мощи святителя Николая Мерликийского, чудотворца. Они находятся теперь в городе Барах в Южной Италии. Под престолом церкви на небольшом углублении стоит массивная мраморная гробница, покрытая тяжелой крышкой. Последнее есть небольшое отверстие, проникшее которому можно различать внутренность гробницы, наполовину наполненную особой светлой жидкостью или священным миром. В этом мире растворилось тело святителя, только белые кости лежат на дне гробницы. Из всего сказанного, как необходимое следствие, вытекает все церковное убеждение, что как с одной стороны нетление тела не есть еще признак святости человека, так и с другой стороны, и для святости, то есть для причтения к лику святых угодников Божиих, не требуется непременно открытие его мощей со всецелой их нетленностью. От многих угодников Божиих остались нетленными одни только кости. И почитаемые Святой Церковью за мощи святые кости сей источали чудеса исцеления. Святое тело преподобного Нила Столбенского, 1554 год, земле пред Одессе, читаем в истории открытия мощей преподобного, а мощи, то есть кости, его целы все. И как пишет о мощах преподобный Иосиф Волокамский, «Сия кости, персть видятся и земля, но оба чебесам суть страшна, и слепых просвещают, и прокаженных, и расслабленных, и всякие болезни уврачевают». «Воистину чудо преславно, яко кости ноги источают исцеление» – митрополит Даниил. «Чудо преславно воистину, кости голы, сухи на всякие недуги, и болезни исцеления точат, и бесов прогоняют». «Истина Слово Писания и всякого приятия достойна, хранит Господь кости праведного». Псалтырь 33, 21. «И по смерти его они пророчествуют». «При мудрости Иисуса, сына Сирахова», глава 48. И наоборот, в церковной истории известны некоторые нетленные, всецело тела, которые, однако же, не почитаются за мощи угодников Божиих. Так в Лубинском монастыре почивает нетленное тело константинопольского патриарха Афанасия, умершего 5 апреля 1644 года в России. В Киево-Печерской лавре почивает нетленное тело митрополита Тобольского Игнатия, умершего 4 ноября 1770 года. В 1724 году, 23 ноября, киевский архиерей Варлам Ванатович в донесении своему священному синоду писал, что в киевских городках Готви и Сорочинцах, при рытии могил для погребения покойников, найдены были два неистлевших женских тела, которые он сам лично видел и которые нетленны и целы. «Яко же и необычно есть видеть и нетленные мощи, но понеже ни единого достоверного свидетельства чудодействия их не обреталось, то они и не были почтены поклонением, которое воздается мощам святых». Вся история канонизации святых у нас в Русской Православной Церкви с непреложной очевидностью утверждает, что единственным общим церковным основанием для причтения усопшего подвижника благочестия к лику святых служила в нашей Церкви с самого ее начала и до позднейшего времени святость жизни, непорочная кончина и прославление усопшего подвижника даром чудотворений. Только того усопшего причисляет Церковь к лику святых, по молитвам которого получаются чудотворения, те или другие, и только тогда причисляет, когда сумма известных тщательно, со всей строгостью проверенных чудотворений от него бывает достаточно. Словом, того почившего подвижника и праведника Церковь прославляет и причисляет к лику святых, относительно кого не могло возникнуть резонных сомнений, что по молитвам его совершаются те или другие чудеса. Придавая такое значение чудесам, православная русская Церковь особливое внимание обращала на проверку их, дабы естественное и ложное, хотя бы произведенное и благочестивой фантазией не принять за чудо. В этих заботах Церковь подробно, иногда под присягой, расспрашивает всех тех, которые на себе испытали чудесное действие от молитв усопших. Почитание святых мощей так выражается в Православной Церкви. В торжественном открытии и перенесении их, в благоговейном собирании и хранении их, в построении над ними святых храмов и алтарей, в установлении празднеств в честь открытия или перенесения их, в путешествиях к святым гробницам и в украшении их. В обязательном правиле Церкви полагать святые мощи в основании алтарей или же хранить их на престоле в святом Антиминсе. «Уважением свечей, кождением фимиама, лабызанием и почитательным молитвенным поклонением, потому что мощи – суть святые и богоугодные Богу». Послание апостола Павла к кремлянам. «Господь наш Иисус Христос даровал нам мощи святых как спасительные источники, многообразно изливающие благодеяния на немощных». Седьмой Вселенский Собор. Какое же значение имеют мощи святых угодников Божиих для миссии Церкви Божией? Ответим на это словами из одной старопечатной книги. «Да, знаете, яко все веры прочие, иже верами зовутся, не суть веры, но прелести, и почто не суть достойны называться верами. Того ради, яко ниедина от них не умещает духа святого дарования, ни пришествие его сподобляется, ни же мощи чинят, ни же освящаются. Наша же восточная вера истинная и непрелестная. Духа святого дарования умещает, пришествие его сподобляется. Освящаются богоугодницы и просвещают, и в боговидение приходят, благовествуют, от духа наставляемы. По совлечении ветхого человека и по смерти тела нетленно богоугодников пребывает. Вонями благоуханными благоухает, и чудотворят кости мертвые с верою приходящим, и во имя святого милости от бога в своих нуждах ищущим, ежи в прочих верах не в единой ничтоже о сих обрещении ниже услышите, но еще бласть и ругание со смехом, надейство и благодать даров духа святого, яко от неверных у зриши. Таким образом, появление чудотворящих мощей святых угодников Божьих в церкви служит свидетельством благодати и истины живущей всей церкви. У раскольников, протестантов и других еретических церквах и общинах нет святых мощей. Субтитры создавал DimaTorzok